я в париже открыть вам большой заново стань чем же пахнет клава кока разведки по замкам вот эти всякие гостбастеры они обтянули триумфальную арку одеяла пьера теперь мой новый краш наверное меня не привлекает но мне хотелось бы чтобы она была более свежей всем привет ребят меня зовут клава кока и это возвращение влога на youtube все дело в том что сегодня особенный повод я я европе не было года 2 наверное блин такое классное ощущение снова сюда вернуться еще нам невероятно повезло с погодой сейчас париже проходит фэшн увей куча модных людей на улицах ну и конечно же сочетание вот этих вот домиков с этими деревьями с этими вот прекрасными людьми это невообразимо и вообще давно не было блога я соскучилась по блогам и вообще я люблю это все и люблю вас поэтому смотрите наслаждайтесь знаете что прикольно что местные оборачиваются на меня кто-то фотографируется даже не знаю что я клава кока или говорят комплименты я люблю этот вайб я люблю этот мир я люблю париж я люблю вас я пошла гулять black star расширяется и совсем недавно во франции открылся еще один филиал нашей компании вот собственно я приехала сюда впервые раз буду вам все показывать а вы первое что я вижу давай посмотрим сколько здесь пластиночек вот и здесь даже есть куча разных автографов кстати лейбл открылся вместе с французским исполнителем гимсом у него здесь какая-то просто нереальная популярность обалдеть в холле встречает такая классная экспозиция посвященная поддержку альбома гимса я тоже хочу себе такую на студию представьте мой альбом там покинула чат и такая клава кока летит в облаках пока боссы не видят я посижу на их месте хорошо вообще не хватает только моих пластинок за один фон смотрите как красиво оформлена diamond пластинка у меня тоже есть несколько пластинок diamond но они выглядят не так тут реально как будто мы все в странах блин black star сделайте мне тоже когда у него по день рождения такую пластинку мне кажется что у меня хватит пластинок даже сейчас чтобы всю стену облепить вот так же только у меня не такие красивые так что следующий это красивый сегодня я пришлось встать в 7 утра в париже для того чтобы друзья открыть вам большой занавес тайны зачем же на самом деле я приехала в париж потому что естественно клава как обычно не отдыхает просто так я приехала для того чтобы создать свой продукт пришло время узнать чем же пахнет клава как я нахожусь в единственном бутике во франции манталь потому что я манталь и золотое яблоко посмотрите на эти нюрки на любой вкус и флакончики ну ладно это я как девочка про заценила только у меня половина членов моей команды пользуются этими парфюмами я пользуюсь уже который год и я так часто слышала от своих поклонников когда их обнимаю что-то типа клава тебе так вкусно пахнет ребята это все был манталь я еще никогда в жизни не выпускала от своего имени какой-либо парфюм потому что для меня это супер ответственный шаг и мне безумно приятно делать это с настолько легендарным брендом и что самое важное с моим любимым все ароматы манталь унисекс это первый очень прикольный факт второй факт то что это вот именно здесь париж единственный бутик где представлены все 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 ароматы их тут более 200 и пьер манталь сам создает около четырех ароматов в год это примерно как и я пишу проект так что мы конечно на максимальном коннекте как вообще вам приходят новые идеи для парфюма у потребителя часто бывают различные запросы наш бутик в париже интересен тем что клиенты часто обращаются к нам напрямую я бы хотел что-то где больше кожи древесины или же больше свежести мы всегда следуем тенденции что желает потребитель часто они нам говорят я люблю розу но мне хотелось бы чтобы она была более свежей или наоборот насыщены в данный момент мы создали много свежих ароматов потому что до недавнего времени аромат солнце капри был самый радужный веселый свежий у манталь и теперь мы пробуем создавать больше свежих ароматов но солнце капри очень сложно конкурировать соли де капри это все такое про меня это солнечно энергично сначала ты пшикаешь аромат он пахнет цитрусовым потом он раскрывается вот какой-то аромат белых цветов идет далее белый мускус то есть там очень много невероятных вкусных ингредиентов которые со временем раскрываться и раскрываться на каждом человеке по-разному когда я был молодой с моими родителями мы поехали на каникулы в италию на капри и я захотел передать это воспоминание о моей семье о моей маме моем папе и я его передал в аромате солнце капри это поездка в которой мы все были втроем очень давно со всеми запахами италии цитрусовыми фруктами кункватами грейпфрутом вся эта история эта история солнце капри короче ребят этот аромат честно говоря стоит дорого но я очень долго думала как же сделать так чтобы это было от меня чтобы это было доступно я решила выпускать этот аромат в небольшом мини формате то что взяли на доступны то что можно было положить в сумочку подарить кому-то можно было положить себе под сердце это же так классно когда у вас кармане есть маленькая клавакова который вы можете вот так вот достать да обшикнуться почувствовать ее рядом с собой почувствовать ее теплые нежные объятия незабываемые я короче выхожу из Монталя думаю сейчас сделаю классные красивые фотографии с триуфальной аркой я пришла сюда нарядилась и что вы думаете я вижу кучу вообще туристов но самое главное они обтянули триумфальную арку одеялом и потратили на это 14 миллионов евро короче вот такая история был чувак который был перформером и он любил все обтягивать однажды он даже обтянул целый остров и он очень сильно всю жизнь хотел обтянуть эту триумфальную арку естественно ему никто не разрешал этого сделать в итоге человек умер и посмертно для его памяти они решили сделать это ребята напишите в комментариях либо я ничего не понимаю в искусстве либо мне кажется что тот случай когда до было лучше я ловлю очень сильно ностальгию потому что на этом месте я была в 2002 году со своей мамой и братом и сестрой мы сделали совместные фотографии с тех пор я не была здесь и сейчас так круто это увидеть своими взрослыми глазами и вообще я еще под большим впечатлением от вида во-первых туда да смотрите потом смотрите вон туда и самое приятное знаете что что никто не просит фотографируем если честно немного устаю от этого конечно когда ты хочешь просто насладиться видом просто посмотреть побыть в моменте а к тебе постоянно ну подходят что-то там поговорить или сфоткаться меня конечно узнают но 10 человек в день нормально но стол уже немножечко много а тысяча очень вес ну что ребята клава кока икс-монталь золотое яблоко начало большой истории совсем скоро я еще выпущу свою коллекцию украшений если уже не выпустила я хочу подарить первого подарочки это короче брошка на которой написано слово краш по-русски и можно прикрепить куда угодно у меня есть самая популярная песня из всех моих называется краш и поскольку пьера теперь мой новый краш в общем то будет на память такой значок здесь хочется фоткаться просто везде просто смотри я иду по улице вот вставай фото 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 каков это геечный город как и даже гулечка посмотри даже булечка она выглядит лучше чем триумфальная арка в одеяле вспомнила еще одну прикольную историю для тех кто не знает золотое яблоко они тоже с екатеринбурга как я я была помню мелкая у нас открылся первый большой магазин ты мой вместо уроков с девчонками ходили золотое яблоко красились помадами пшикались самыми дорогими духами ну мы все я думаю так делали девчонки в комментариях если вы тоже так приятно что спустя столько лет мы делаем такую крутую коллаборацию вместе прошло буквально лет 15 и вот такой сильный скачок это очень свежий аромат который был только придуман и выпущен очень-очень свежий мне кажется что поэтому мне нравится так аромат потому что это воспоминание пьера из юношества из молодости и как раз вот эти вот прямо от насыщенный вкус и запах и такого апельсинового дерева наверно ты что такое вот наверно меня и привлекает поэтому нужно точно это послушать версии баку пьер москву вуза ямбуку москву ямбуку москву два или три года назад я уже была во франции я снимала вам отсюда влог его кстати можно посмотреть и я кушала уже дома круассанчики и кофе пила я подумала что так банально поэтому нужно делать что-то более экстраординарное сегодня я буду впервые в жизни пробовать улитки лягушачьи лапки но устрицы чисто так на десерт если вы подписаны на меня в инстаграме вы даже знаете что сегодня мы еще пробовали парижский шопинг вот накупили кучу барахла поэтому сил потратили изрядно и я не знаю можно ли этим наездом давайте пробовать такая штука ну короче нужно вилочкой залезть вон туда и достать оттуда такой вот вот так выглядит улитка изнутри честно говоря вот эта сликская живая выглядит совсем иначе вот это выглядит вообще как гриб я помню в детстве в школе и в садике нам давали куриные сердечки вот это похоже на куриный сыр я не ела этих сердечек уже лет 15 наверно но это реально похоже на куриные сердечки по консистенции но и со вкусом моря ну в целом я думаю что улитки будут более противные это очень вкусно это просто на распробовать реально честно как-то очень жалко выглядит короче не аппетитная не мясо им только рыбу и морепродукты а лягушачьи лапки это морепродукты и сюда как курица в линейке правой не я не буду и знаете как понять когда ты постарел вот когда тебе начали нравится на вкус устрицы вот тогда уже все это молодость ушла если честно раньше я не понимала как можно из оливки устрицы ребята это все приходит с возрастом прикольно здесь прям много места здесь намного больше места чем у нас и здесь еще неютно и конечно же вот этот black star of ski неизменный неончик здесь тоже есть я думаю вы постоянно видите кучу моих stories со студии потому что все свое свободное время же именно там и вот в такой атмосфере не знаю почему прям хочется творить кстати несколько последних хитов моего любимого джастина бибера писали с продюсерами именно на этой студии веет иностранным вайвом здесь прямо ты заходишь и ты понимаешь что ты где-то в другой стране так называемая вокальная будка то есть артист стоит здесь у микрофона поет и через это зеркало видит своего звукорежиссера но если сравнивать опять же с нашей московской студии то наша вокальная будка прям намного больше и намного комфортнее здесь мне мало показалось места потому что я уже наверно привыкла к своей короче здесь еще одна комнатка где можно творить я так думаю что это больше для релакса потому что я вижу что у ребят здесь есть пи-спишки здесь есть холодильник верхнейُграции большая правда поэтому мы хотим И мне нужно проявить и поставить песню Вау Я люблю его Ну вообще классно, если честно, я под впечатлением Прям крутая, артисты талантливые, студия красивая Но надо почаще сюда приезжать, надо фиты делать нам, да? 100% Да, да, там очень, очень красивые пластинки вот эти со стразами Которые я прям закатела себе такие же Так что я сейчас им тоже покажу нашу песню Слышите, Вальтер? Все, супер, супер Босс звонит, переживает У меня один вопрос Че тебе нужно, о чем ты такой душный Я равно душно запускаю ушки Ребят, я вчера видела с Зимой Масленниковым в Париже Он тут ходил, делал разведки по замкам, вот эти всякие гостбастеры И сегодня я хочу вам рассказать страшилку про призрака оперы Я приехала в ту самую оперу, по которой написано это произведение Я думаю, вы по-любому смотрели мюзикл, но и вы по-любому что-нибудь слышали про призрака оперы Так вот, это родилось все именно здесь Месье Леру, это автор произведения, он вдохновился именно здесь ужасными историями Дело в том, что под оперой находится самое настоящее озеро О котором ходят очень страшные легенды Леру вдохновился так, он пришел на оперу И услышал кучу вот этих страшилок про это озеро И про то, что здесь происходят какие-то странные вещи И он решил в своем произведении указать, что его призрак Ну, которого, собственно, он выдумал Живет именно в ложе номер пять И так сложилось, что когда произведение вышло Эта ложа стала проклятой За что я больше всего благодарна этому миру Это за возможность заниматься тем, что я люблю И за возможность путешествовать Потому что я постоянно в разъездах Меня многие спрашивают, типа, блин, как ты постоянно летаешь Как ты постоянно у тебя хватает на это силы Эти джетлаги, перелеты Не знаю, я наоборот кайфую со сменой обстановки И, друзья, хочу вам сказать, что если вы испытываете какое-то ощущение того, что вам чего-то не хватает Что у вас нет энергии, нет жизненных сил, нет вдохновения Я очень рекомендую вам сменить обстановку И речь вообще не идет о том, чтобы полететь куда-то в Париж, там, еще куда-то Если нет этой возможности, можно просто выехать за город Встретиться с людьми, с которыми ты давно не виделся Чтобы сделать что-то, что привнесет в вашу жизнь какие-то новые эмоции, новые впечатления И я вообще часто это говорю Пожалуйста, верьте в свои мечты Потому что когда-то моей мечтой было путешествовать и заниматься музыкой У меня получилось, получится и у вас На этой ноте я хочу закончить этот влог Еще раз сказать, что я очень сильно вас люблю И о том, что все в этой жизни реально Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!